И снова время новостей. В студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Угрозы открытого нападения России извне на данный момент нет, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Главной задачей Кремля он назвал дестабилизацию ситуации внутри Украины. Кроме того, по его словам, украинцам следует опасаться и новой волны коронавирусной инфекции. Избежать ее не удастся. Когда ждать следующего пика и какие еще вопросы обсуждали на итоговом для этого года заседании СНБО? Юлия Кричкова расскажет. На сегодня угрозы полномасштабного вторжения России в Украину нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по результатам последнего заседания в этом году. Сегодня много внимания уделили отчетам руководителей оборонных и силовых ведомств. Они доложили о ситуации на границах и готовности украинской армии и правоохранителей к угрозам. Да, есть определенное увеличение количества военных. Мы четко отслеживаем то, что касается нашей границы. Периметра 200 километров. Следующее – это 400 километров нашей границы. Мы четко осознаем, где и что происходит. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации не видим. Что будет завтра, будем с вами тогда об этом говорить. На сегодняшний день внутренняя дестабилизация – это вопрос номер один для Российской Федерации. Предновогоднее заседание Совета национальной безопасности длилось дольше, чем обычно. Рассмотрели 21 вопрос. Говорили сегодня об энергетической безопасности Украины. Также затронули тему борьбы с коронавирусом. У президента было очень много вопросов относительно вакцинации. Нам нужно этот вопрос максимально расширять, потому что мы не сможем избежать и, по нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь омикрон у нас. Подвели сегодня итоги работы самого Совета национальной безопасности и обороны. За 2021 год провели 36 заседаний с НБО, рассмотрели 150 вопросов. По результатам этой работы было издано 90 указов президента Украины. А в следующем году Совет национальной безопасности планирует сфокусироваться на борьбе с олигархами и контрабандистами. Юлия Крючкова, Сергей Савчук, «Новости Украины». В США ищут дипломатический путь к снижению напряженности на границе России и Украины. Об этом Джо Байден будет говорить сегодня с Владимиром Путиным, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на источники в Белом доме. Разговор состоится в 22.30 по киевскому времени. На Банковой ожидают, что после Джо Байден поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров не исключил, что такой звонок состоится в ближайшее время. Однако точных сведений о дате и времени разговора пока нет. В критическом состоянии находится незаконно удерживаемый в неподконтрольном Донецке украинец Григорий Синченко. Из-за жестоких пыток он хотел покончить с собой, сообщает уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова. Она призвала ОБСЕ, и Международный комитет Красного Креста содействовать оказанию медицинской помощи и освобождению незаконно удерживаемого украинца. Более 183 тысяч новых заражений коронавирусной инфекцией зафиксированы за последние сутки в Великобритании. Это рекордный показатель за все время пандемии. Власти в Лондоне начали разворачивать мобильные госпитали. Они предназначены для пациентов, которых может стать значительно большее заражение штаммом омикрон. О рекордных цифрах также сообщают в США. Почти 490 тысяч. Во Франции показатель заражений превышает 200 тысяч уже второй день подряд. И впервые в Италии зарегистрировали 126 тысяч новых случаев только за прошедший день. Повышение зарплат педагогам и стипендий студентам и абитуриентам временно оккупированных территорий. Программа безбарьерности для всех и каждого. Реформы питания в школах и новые правила поступления. Это лишь часть новшеств, с которыми страна завершает этот год. О том, что уже сделано и еще предстоит сделать в образовании и инклюзии в 2022-м, в итоговом материале нашей Валерии Никипеловой. Украина с инклюзивным обществом, где нет дискриминации по гендерному, возрастному и национальному признаку, с равными возможностями для всех. Такой наша страна стремится стать, согласно инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, без барьеров. Она поддерживает 250 проектов в разных сферах жизни украинцев. Стратегия действительно нацелена на практическую реализацию, то есть есть ответственные, есть конкретные инициативы, есть сроки их выполнения. Эта стратегия всеукраинская и охватывает все шесть направлений, которые мы выделили для борьбы с безбарьерностью. От социальной безбарьерности до физической. Безбарьерность должна стать новой общественной нормой в Украине. Без сосисок, рыбных консерв и снеков, с меньшим количеством соли и сахара. Именно так, благодаря реформе, будут питаться все украинские школьники с начала следующего года. Почти половина школ уже успела перейти на обновленное меню. В 2022-м школы получат полтора миллиарда на модернизацию пищеблоков. Там, где новое меню уже ввели, недовольных нет. Чтобы ребенок жаловался, что что-то в школе не устраивает, такого нет. Его устраивает даже возможность за свои средства приобрести и картой рассчитаться в столовой в современном формате. Детям очень-очень классно, скажем так. Прекрасно кормят, кстати. Вот моих родственников кормят замечательно. Полное меню, у них полное меню, и они кушают лучше, чем дома. Потому что, когда в компании, всегда, конечно, лучше. Что именно тебе не нравилось? В принципе, все нравилось. Он до сих пор просит котлеты дома сделать, как в садике и в школе. Поэтому нам все нравится. То, что нужно было реформировать систему школьного питания, это не обсуждается. Потому что меню технологической карты 1950 или 1960 года, они на сегодняшний день не актуальны. Есть другие продукты, другие технологии, другие блюда, которые можно готовить. Вот я беру меню. 13 декабря. Салат морковь и капуста. Нормально? Нормально. Овощной ассорти, соленые овощи. Нормально? Нормально. Это они выбирают. Икра кабачковая с удовольствием сам ем. Изменения в сфере образования затронули и вузы. С 1 января нового года стипендии для студентов в университетов и училищ возрастут в полтора и два с половиной раза соответственно. Абитуриентам из Ордлоя, оккупированного Крыма, которые учатся на подготовительных курсах, стипендии повысили до 6,5 тысяч гривен. На очереди и повышение стипендий для студентов из временно неподконтрольных Украине территорий. Их готовят курсы и параллельно там проходят адапционные психологические процессы, потому что у некоторых возникают вопросы с переездом, с адаптацией на новом месте. Поэтому здесь курсы как раз направлены. Рассматривается также вопрос о том, чтобы эти курсы были не только условно говоря подготовительны, а и дальше продолжались на первом году обучения, чтобы человек смог влиться и адаптироваться к процессу обучения. В общественных организациях, которые сотрудничают с правительством в вопросе реинтеграции студентов из Ордлоя и оккупированного Крыма, предлагают оптимизировать процесс поступления и адаптации таких ребят в образовательный процесс. Для начала ввести дистанционный нулевой курс, сдвинуть графики очных подготовительных курсов и засчитывать их результаты вместо аттестата о среднем образовании украинского образца, который на неподконтрольных территориях дети получить просто не могут. Нам нужно просто взять систему, которая сегодня существует в высшей школе при поступлении в высшую школу, и оторвать ее оттуда, и сделать доступной для всех крымчан, она должна быть максимально простой, потому что ты сидишь в Крыму, ты получил аттестат российский, и понимаешь, что у тебя есть система, которая позволяет тебе за три дня, за три дня получить украинский аттестат. Вот как вы думаете, такая простая система будет иметь успех в Крыму? Я увижу, что будет. Повышение зарплат учителей более чем на четверть. Десятки тысяч педагогов обеспечены ноутбуками. Новая система оценивания в начальной школе и новый профстандарт для директоров. Вакцинация более 90% работников школ. Это лишь часть сделанного за 2021 год в системе образования. В новом реформы ждут и дошкольников, а для абитуриентов сократят перечень документов для поступления. Кроме того, дистанционное обучение станет еще доступнее для всех. От первоклашек до аспирантов. Валерия Никипелова, Валерия Сарачан, Лариса Зубенко, Виктор Головко. Новости Украины. По крайней мере, два десятка украиноязычных аудиогидов появятся в Центрах культуры по всему миру в следующем году. Об этом первая леди Украины Елена Зеленская рассказала на своей странице в Facebook. За два последних года украинский язык зазвучал в 35 музеях и культурных центрах от Африки до США. Подводя итоги сделанного, Елена Зеленская также анонсировала проект по продвижению украинской литературы. Начиная со следующего года на полках библиотек, магазинов, учебных заведениях разных стран должны появиться и украиноязычные издания, и качественные их переводы. Из Киева во Львов на двухэтажном поезде. Сегодня в 16.41 он ушел в первые рейсы из столицы и после полуночи уже прибудет по назначению. Об обновленном составе и других новинках, которые Укрзалезнити презентовала к Новому году, расскажет Елена Дидух. Наш ласковый слоненок, так ласково называют железнодорожники, этот поезд Шкода Сити Элефант. Натертый до блеска, он уже готов отправиться в свой первый рейс. По пути до Львова проследует Винницю, Хмельницкий, Тернополь. В составе поезда шесть вагонов, он может развивать скорость до 160 км в час. Пассажиры в предвкушении путешествия. Многие пассажиры первого рейса купили билеты именно на втором этаже. Это интересно, по-новому, необычно и красивые пейзажи за окном. Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, оперинальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью. Системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения. Вакуумными туалетами. Согласно нашей совместной программе «Великое путешествие в железной дороге», и мы по существу этим, наверное, открываем новую страницу отношений украинского бюджета, железной дороги и товаропроизводителя. Сегодня все-таки 20 вагонов уже, согласно этой программе, есть. Из них 10 сверхплановых. Два двухэтажных межрегиональных электропоезда двойного питания производства компании «Шкода» Южная железная дорога купила у Чехии в рамках подготовки к футбольному Евро-2012. В декабре прошлого года «Шкоды» отправили на капитальный ремонт. И вот сегодня один из них снова выходит в рейс. Эта машина самая вместительная в парке скоростных поездов у Корзализницы. 607 пассажиров помещаются в один рейс. Поэтому особенно для пиковых перевозок это принципиально, чтобы на праздники, на Новый год, Рождество люди могли ехать домой. Поезд «Киев-Ужгород» может похвастаться новыми пятью СВ-вагонами, которые были закуплены по программе «Большое строительство». Проезд вот в таком СВ-купе обойдется вам приблизительно в 2,5 тысячи гривен. В праздники будет немного дороже. Изменилась подсветка. У нас есть три режима. Три режима для того, чтобы включить. Это лучший режим, это еще лучше. И выключить. Теперь для удобства пассажиру не нужно уже вставать. Он может сидя регулировать освещение для себя, как ему нужно, как удобно. Для пассажиров центрального железнодорожного вокзала столицы сегодня открыли обновленную зону отдыха. Елена Дидок, Дмитрий Борщ, Новости Украины. Черный водяной тигр – символ 2022 года по восточному гороскопу. Таких животных в природе не существует. Но в канун Нового года зоопарки зовут полюбоваться реальными хищниками. В Харьковском зоопарке тигров целая коллекция. Об их повадках и особенностях в репортаже Натальи Белокудри. Амурский или уссурийский тигр – самый редкий подвид тигров. А по размеру эти животные как малолитражки – почти 3 метра. В коллекции Харьковского зоопарка почти 10 лет живет пара амурских тигров – бонзай и долива. Работники говорят, животные отличаются спокойным нравом и большую часть времени предпочитают наблюдать за посетителями. Они тоже любят друг друга, можно так сказать. Они фурчат, рычат на друг друга. То есть они тоже скучают. Они такие более, ну можно сказать, ленивые. Они в природе тоже так не спеша охотятся. То есть они выслеживают, они могут долго в засаде сидеть. То есть они такие более терпеливые. Белые им надо все и сразу. В соседнем вольере брат и сестра – аббат и альба. Это белые или бенгальские тигры. Такой окрас очень редкий. В зоопарках во всем мире белых тигров всего около 200. Аббат и альба приехали в Харьков из Австрии. Их не разделяют, говорят, они слишком привязаны друг к другу. Если и ссорятся, то только из-за еды. А ну тихо. Сейчас вас будут кормить. Да. Аббат, на. Ирина Лизенко проводит с хищниками весь рабочий день. Больше всего ей нравится 300-килограммовый аббат. Каждый раз он приветствует кипера, вставая на задние лапы. Аббат – это мой любимчик. Он выполняет даже некоторые трюки, которые я, бывает, прошу у него. И он с удовольствием их делает, даже рычит. Аббат. Сюда иди. Сотрудники экопарка уверены, будущий год под знаком тигра будет благоприятен для тех, кто планирует свернуть горы. Тигр – это животное императора. Это животное хозяин, животное владыка. Это животное, которое не терпит никаких посягательств на свои интересы. Единственный, кто может оспаривать это – это дракон. Всем остальным надо поберечь свою энергию, стараться быть незаметными. Киперы досконально изучили характер своих подопечных, поэтому советуют всем в год тигра сохранять баланс между силой и нежностью, спокойствием и решительностью, привязанностью и независимостью. С пожеланием приятных предпраздничных хлопот и все успеть я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Больше новостей, в том числе и о вакцинации, смотрите на нашем сайте и в соцсетях. Доброй ночи и удачи!